Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое направление выбрать на финансовом рынке и что будет востребовано в современной экономике? Полезные советы для участников ежегодного форума Иволга. Все о том, что должно быть внутри, какой должна быть походная аптечка для туриста и чем она отличается от обычной. Профильные службы Самары продолжают вести мониторинг ситуаций после интенсивных осадков. Напомню, в минувший день в областной столице прошли обильные дожди. По оценкам специалистов, гидромедцентра всего лишь за один час в городе выпало 8,5 мм осадков, порядка 18% месячной нормы. На сегодняшнем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии его руководитель Олег Ивахин поручил профильным службам города в кратчайшие сроки устранить последствия вчерашней стихии. В частности, муниципальным предприятиям благоустройства и инженерной системы поставлена задача в первую очередь закончить уборку уличной дорожной сети, где специалисты трудились и ночью. Профильные службы в течение дня должны убрать упавшие ветви и деревья. Также повышенное внимание уделяется состоянию общественных пространств, территории возле объектов социальной сферы и детских площадок. Специалисты отмечают, что система ливневой канализации находится в исправном состоянии. При этом поставлена задача еще раз проверить ее работу. У предприятия систематически проводят работы по осмотру, по очистке систем дождеприемников, ну и также работу самой системы ливневой канализации. Там, где у нас есть районы, которые не оборудованы системой ливневой канализации, оперативно были направлены бригады с лососами для откачки воды с мест подтопления. Самарская область вошла в топ-10 по числу заражений COVID-19. Инфекционисты рекомендуют позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Подробности в нашем сюжете. Временное снижение заболеваемости COVID-19 – возможность встретить новую волну во всеоружии. По словам медиков, сейчас самое время для того, чтобы сделать прививку. Тем более, что у многих уже прошло полгода с момента последней процедуры. Прививочные кабинеты работают в прежнем режиме и готовы к приему пациентов. В 4-й горбольнице прививают ежедневно, без выходных с 8 утра до 8 вечера. Записаться на процедуру можно на сайте медучреждения или позвонив в регистратуру. Но если вы придете на прививку без предупреждения, вас также встретят и сделают вакцинацию. Сегодня, конечно, у нас летний период. Мы с вами встречаемся в такой хороший летний день. Многие на пляже, многие находятся в отдыхе. Казалось бы, такое благополучие, мнимое благополучие. Мы все прекрасно понимаем, что мы должны быть готовы к определенным ситуациям и к увеличению, в частности, заболеваемости по COVID-19. Андрею Салагаеву 61 год. В первую волну тяжело переболел коронавирусом. Пришлось лежать в стационаре. Поэтому, как только появилась возможность, прошел вакцинацию. Теперь делает это регулярно. Получается, четвертый укол. Я один раз делал две дозы, потом делал одну лайтом. И сейчас, опять-таки, однократно прививаюсь только спутниками. Практически без осложнений. То есть, только место укола некоторое время побаливало. А никаких температур, ничего такого не было. Ольга Стройкова сделала прививку и теперь, говорит, обрела уверенность. С момента последней процедуры прошло полгода. В семье Ольги прививаются все. Муж свекор со свекровью, дочка и ее супруг. Первую, ну, и температура была, и тело ломела. Последующую хорошо перенесла. Первый раз спутник ВИ, двухкомпонентный. Второй раз спутник ЛАЙТ. У меня очень много сопутствующих заболеваний. Дети, внуки. Тоже как-то не хочется подвести семью. Особенно медики рекомендуют пройти вакцинацию тем, у кого есть хронические заболевания. Вакцины имеются в поликлиниках в достаточном количестве. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События. Российский ритейлер запустил пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся. Речь идет о нескольких магазинах в Москве и Челябинске. В ходе тестирования проекта компания планирует наладить процесс сбора внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям. По результатам пилота планируется масштабировать проект на магазины в других городах России, расширить категории товаров, которые будут передаваться в рамках фудшеринга, а также подключить к проекту разные торговые сети и распределительные центры компании. Перешагнув экватор, лето уверенно идет к финалу, но отпускники по-прежнему отдыхают на природе. Как себя обезопасить и что должно войти в походную аптечку каждого туриста, расскажем далее. Каждому опытному туристу известно, что отличный отдых начинается с хорошего настроения и с правильно собранного багажа. Чтобы путешествие прошло без негативных воспоминаний, необходимо позаботиться не только об экскурсионном маршруте. Самые практичные туристы уделяют особое внимание аптечке. К примеру, Даниил Давыдов ходит в походы ежегодно на протяжении 20 лет. За это время он успел обойти немало живописных мест – леса, острова, горы. К подбору медикаментов в походную аптечку Даниил всегда относится очень серьезно. Говорит, никогда не знаешь, что может пригодиться в следующий момент. Аптечка у нас одна на двоих, на троих расчет всегда идет. То есть, чтобы не было там 120 человек, один пакетик берем с собой. Во время Советского Союза у нас был список такой. По нему идет основа, плюс дополнительные какие-то более современные препараты. Особое внимание, отмечает турист, стоит обратить на следующие препараты. Антигистаминные на случай разнообразных отеков, лекарства от отравления, заживляющие мази и, конечно же, знакомые всем с детства йод и бинт. Правда, по словам специалистов, аптечка вряд ли спасет, если туристы не будут соблюдать элементарные правила безопасности. Самый главный залог безопасности туриста – это его осознанное безопасное поведение. Наверное, все-таки самое главное сейчас – это безопасность на воде. Это первое, потому что здесь действительно есть риск для жизни. Вот из того, что мы знаем, все-таки подавляющее большинство и травм, и практически все утопления взрослых, они связаны с потреблением алкоголя. Поэтому, конечно, туризм и алкоголь, они совершенно несовместимы. Даже в самую жаркую погоду специалисты не рекомендуют купаться в холодной воде. Контрастные температуры могут вызывать стрессовую перегрузку организма, вслед за которой может наступить неприятная летняя простуда. Людям, которые любят пешие походы, необходимо следить за водным балансом. Запасы воды нужно восполнять даже в том случае, если чувство жажды не преследует вас. Взрослый человек в летний период должен употреблять в день не менее 2,5 литров жидкости и не выходить под палящее солнце без головного убора. Даже такие простые рекомендации помогут сохранить настроение, здоровье и бодрость духа. Александра Гусева, Сергей Баскин. События. Им нельзя рвать свой парус. В Самаре прошла традиционная 22-я парусная регата памяти Владимира Высоцкого. Это соревнование проходит с 2000 года. Его автором был Всеволод Ханчин, который был и организатором легендарного концерта Владимира Семеновича в Куйбышеве. Какие сюрпризы преподнесла погода в нашем репортаже? Сильнейший ливень, за которым почти ничего не видно, и шквалистый ветер, столь желанный для их сменов, в этот раз помешали дать старт парусной регате, посвященной памяти Владимира Высоцкого. Но как только непогода стихла, судейский катер сразу ушел ставить буи, обозначающие промежуточную точку и финиш дистанции. А яхты в это время стали подходить к судейскому кораблю, чтобы услышать заветный сигнал к старту регаты. Традиционная парусная регата памяти Владимира Высоцкого проводится с 2000 года, и неизменно именно 25 июля. Идея такого соревнования, которое входит в официальный календарь турниров Российской Федерации парусного спорта, принадлежит Всеволоду Ханчину. Именно он 55 лет назад был организатором легендарного выступления Владимира Высоцкого в Куйбышевском дворце спорта, обновленное здание которого будет носить имя знаменитого актера и автора песен. В свое время он был знаком с Владимиром Высоцким и ходил даже с ним на яхте. А мой отец мастер спорта по парусу, яхтенный капитан. Ему пришло в голову, чтобы песни Владимира Высоцкого, музыка звучали в парусах. Регаты одновременно проходят в четырех городах. В Самаре на Волге яхтам необходимо пройти небольшую дистанцию вдоль второй очереди Самарской набережной, поймав ветер в свои паруса, развернуться и вернуться на исходную позицию. Но задача оказалась непростой. После бури ветер стих и добавил сложности яхтсменам. Регата эта короткая, в общем-то, вот она идет на фоне города, опять же, для того, чтобы наш город видел все-таки парус и все вспоминали. На фоне города, вот между, в районе второй набережной. Победители определяют в нескольких классах, в зависимости от типов яхт участников. Награждение проводят на острове Голодный, где проходит и небольшой концерт с песнями Владимира Семеновича. Затем участники расходятся под парусами, чтобы начать подготовку к следующей регате. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А в сквере Владимира Высоцкого накануне прошел седьмой городской фестиваль патриотической песни. На концерте, который длился около часа, выступили барды из Самары и Тольятти. Для многих Высоцкий стал импульсом к творчеству. Чем актер Стаганки зацепил жителей Самары, несмотря на разницу поколений, выяснил наш корреспондент. Это все могло бы быть со мной. Я считаю чудом, что живу. Тезка мой, по имени и сердцу. На чужой земле погиб в бою. Песню о войне Тольяттиниц Юрий Лившиц написал, вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого. Особенно его патриотическими стихами. Поклонник актера Стаганки – постоянный участник концертов, посвященных памяти Высоцкого, которые по традиции проходят в день его ухода из жизни 25 июля. Юрий Лившиц уверен в песнях и стихах мэтра – душевное и эмоциональное переживание человека. Владимир Семенович Высоцкий – это явление такое. О нем лучше не говорить. С ним живешь, чувствуешь, он в тебе, его уважаешь. Если можешь петь не подражая, это очень здорово. Если можешь, то лучше вообще не петь. А так это явление, с которым встречающийся любой в любом качестве становится богаче, умнее, мудрее, чистнее, чище. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче. Молодежи тоже близок Владимир Высоцкий. Сергей Ваякин поет не только его песни, пишет свои. В альбоме их уже около двух десятков, но на концерте Высоцкого решил исполнить именно патриотические композиции. Владимир Семенович неспроста называют совестью русского народа. Для меня Высоцкий тоже, можно сказать, является духовным отцом. Я на гитаре научился играть из-за того, что услышал эти песни. Дворовый романс, да, или шуточные песни, спортивные. Стихи очень хорошие, и в каждой можно найти что-то для себя. Седьмой городской фестиваль «Волга песни слышала» проходит по традиции в День памяти Владимира Высоцкого. Каждый год тема концерта меняется, ведь творчество автора было довольно разносторонним. Они удивительным образом подходят к сегодняшним ситуациям. Это написано было не вчера, а сегодня, а 50 лет назад. Я думаю, что в этом есть особая драматургия, в этих песнях. Это же не песня «Ура, мы победили», а это песня о человеческих характерах, о том, как бывает трудно войне, о потерях. Одним словом, надо слушать песню Высоцкого. На концерте прозвучали как известные песни Высоцкого о войне, так и нерастиражированные ранее на грамм пластинках. Музыканты исполняли песни Владимира Семеновича. Спустя 42 года самарские барды подарили этим композициям вторую жизнь. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. С 26 по 28 июля в Самаре пройдут плановые отключения холодной воды. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании. Без холодного водоснабжения останутся жители домов по советской армии 127, нововокзальной 155Б, Ташкентскому переулку 39, проспекту Карла Маркса 382, Ташкентской 147 и Измайловскому переулку 15. Информация о плановых работах и отключаемых от водоснабжения адресах предварительная. В течение недели списки могут быть скорректированы. Точные данные для предупреждения жителей диспетчерская служба всегда передает в управляющие компании и администрацию. Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в России увеличили в 6 раз. Импорт начал восстанавливаться после апрельского минимума. В июне он достиг 22 миллионов долларов, или 1,6 тысяч тонн, по сообщению Южнокорейской таможни. Нынешний импорт южнокорейских машин эквивалентен мартовским показателям в денежном плане, но меньше в объемном. В первый месяц весны в Россию везли 2000 тонн автомобилей. Напомним, Южная Корея, в отличие от ЕС, США и Япония, не вводила ограничений на увоз автомобилей в Российскую Федерацию. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защитить детей от перегрева в жару. Время прогулки нужно планировать до 11 часов дня. В период с 12 до 16 часов лучше не выходить на улицу. Одежду ребенку необходимо выбирать из натуральных тканей. Она должна быть легкой и свободной. На голове рекомендуется носить головной убор из светлых натуральных материалов, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На прогулку нужно брать воду и поить ребенка чаще обычного. В жару количество потребляемой жидкости необходимо увеличивать в полтора-два раза. Специалисты также отметили, что следует избегать резкого перепада температур как на улице, так и в помещении. Кровать ребенка не должна находиться рядом с кондиционером или вентилятором. 82-летняя жительница Самары перевела мошенникам 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. Самарчанке 1940 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник пояснил, что мошенники пытаются получить доступ к ее банковской карте. И для того, чтобы сохранить накопление, нужно снять все деньги и перевести их на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, пенсионерка перечислился своего вклада, но указанный звонившим счет 4 миллиона рублей, рассказали в ведомстве. Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбудили уголовное дело. Шведская компания IKEA вновь запустила онлайн-распродажу на российском сайте. Доставка и самовывоз возможны в Самаре, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе и прилегающим к ним территориям на расстоянии не более 50 километров от города. Онлайн-распродажа мебели и товаров для дома IKEA стартовала в России 5 июля. Позже IKEA дважды приостанавливала продажи, а также вводила электронную очередь и ограничения для пользователей сайта. Как строить карьеру на финансовом рынке и какие компетенции востребованы прямо сейчас? Участники молодежного форума «Иволга» встретились с заместителем председателя Банка России Русланом Вестеровским. Авторитетный спикер провел для собравшихся лекцию и ответил на вопросы студентов и сотрудников из экономического сектора. Подробности в репортаже Анатолия Головко. IT-индустрия, кибербезопасность – самые трендовые компетенции, которые пользуются широким спросом на рынки труда в экономическом секторе. На молодежном форуме «Иволга» работает делегация Центрального банка России, а сегодня на поляну приехал Руслан Вестеровский – заместитель председателя и член Совета директоров ЦБ РФ. Чтобы построить карьеру в мегарегуляторе финансового рынка, нужно приложить максимум усилий. Сейчас в Центробанке трудятся 45 тысяч сотрудников из 145 городов. По словам Руслана Вестеровского, Самара является донором кадрового потенциала России. Получая бесценный опыт на берегах Волги, наши сотрудники берутся за самые амбициозные проекты федерального уровня и занимают руководящие должности на новых местах. Сейчас в ЦБ работают более 9 тысяч молодых сотрудников. В год банк принимает в штат от 2 до 3 тысяч человек из числа талантливых выпускников вузов и молодых людей, имеющих опыт ведения бизнеса. Руслан Вестеровский признается, что построить карьеру в ЦБ может каждый, но для этого кандидатам необходимо постоянно инвестировать в себя. Получать качественное профессиональное образование, уметь работать в команде, научиться контролировать стресс и четко аргументировать свою позицию. Очень важно в процессе обучения пройти качественные стажировки и практики. Первые компании, организации, в которые ты попадаешь, создают правильный фундамент. Я в том числе буду рассказывать, как попасть в Банк России, как пройти стажировки, практики и получить первое предложение о работе от нашей организации. Представители Центрального банка России трудятся над реализацией нового амбициозного проекта «Цифровой рубль». Для этого к работе привлекают молодых специалистов-айтишников и экономистов. Среди участников форума «Иволга» оказалось огромное количество юношей и девушек, интересующихся финансовым сектором. Они специально выбрали время, чтобы лично пообщаться с Русланом Вестеровским. Я очень пристально слежу за деятельностью Банка России. В будущем я рассматриваю для себя Банк России как одно из мест работы, даже как какой-то лифт в будущее, как трамплин. Я даже за некоторыми позициями в Банке России пристально слежу и смотрю требования к кандидатам. И, возможно, одну из них я займу. Бизнес-план мне очень интересен, потому что у меня будет защита бизнес-плана как раз через полгода. В моем учреждении, поэтому я хочу обучаться, узнавать новое, знания получать. На поляне Мострюковских озер работает интерактивная выставка Банка России под открытым небом. Действующие сотрудники рассказывают участникам форума интересные факты об истории и развитии экономики в стране и на международной арене. Проводят для гостей квизы и мини-экскурсии. Самым эрудированным вручают фирменные подарки. Музей Банка России представляет на форуме коллекцию памятных монет, связанных с деяниями Петра I. В этом году Петр I отмечает свой 350-летний юбилей. И мы представляем образцы медальерного искусства, где наилучшим образом представлены те вехи, в которых Петр проявил себя наилучшим образом. В простомере у нас представлена обрезь. То есть это те деньги, которые раньше были в обращении разных купюр, разных номиналов. Можно даже посмотреть, какие есть купюры. Вот у нас все говорят, что очень хотят собрать этот пазл. Всегда есть такие смельчаки. Юбилейный молодежный форум Иволга продолжается. Впереди участников ждут десятки авторитетных спикеров, мастер-классы, лекции, семинары и защита проектов. 28 июля пройдет торжественная церемония закрытия и подведения итогов. Вечером на главной сцене поляны Мострюковских озер выступит певец Нелетто. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Крылья Советов приглашают болельщиков на первый домашний матч в сезоне. Баскетболисты Самары 3 на 3 выходят из отпуска, а самарский плавец стал лучшим в финале Кубка России. Об этом подробнее в нашей спортивной рубрике. Полузащитник Крыльев Советов Александр Коваленко перешел в Сочи, но останется в самарском клубе, за который теперь будет выступать на правах аренды до конца сезона. Также самарцы в случае необходимости смогут продлить арендное соглашение еще на полгода. Это не последнее изменение в составе, обещает руководство клуба. Спортивный директор Крыльев Сергей Корнеленко отметил, что клуб продолжает селекционную работу, чтобы приобрести новых игроков. Тем временем стало известно, что билеты на матч с торпедо можно приобрести за символическую стоимость – 8 рублей в честь 80-летия клуба. Напомним, попасть на стадион можно только с оформленной картой болельщика. Баскетболисты Самары 3 на 3 вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Готовятся к играм и женская и мужская команда в обновленных составах. В ближайших планах у команды выезд в Москву на Лигу 33, а затем игры на Спартакеаде. Своё расписание узнала и основная мужская команда Самары по классическому баскетболу. Новый сезон в Единой Лиге волжане начнут сразу с боевого крещения. На домашнем паркете 3 октября предстоит принимать 11-кратного чемпиона турнира и действующего серебряного призёра – столичный ЦСКА. В Республике Татарстан проходят международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду и игры дружбы. В плавании в рамках турнира проводится финал Кубка России. Плавец Самарской области, участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев стал первым на дистанции 200 метров батерфляем. Его результат – 1 минута 54,56 секунды. Вторым к финишу приплыл Александр Андреев из Московской области, третьим – Александр Харланов из Пензенской области. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чём они пишут на своих информационных площадках. По инициативе Оргкомитета «Наша Победа» Минцифра России совместно с правительством Самарской области и перевозчиками такси запустила программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки, выпечительства и социальной поддержки. Программа будет действовать до конца 2022 года. Воспользоваться такси можно на территории городских округов Самары и Тольятти вне зависимости от целей поездки. В рамках программы ветерану предоставляется возможность до конца этого года совершить поездки на общую сумму до 3000 рублей. В телеграм-канале Куйбышевского района сообщают, что в 63-м регионе продолжает свою работу региональный центр «Мой дом». 28 июля в 18 часов в общественной приёмной администрации Куйбышевского района по адресу зелёная 14А состоится семинар для активистов и председателей советов МКД и компетентных специалистов. К участию приглашаются все желающие. Без сопровождения родителей или опекунов ребёнок может самостоятельно посещать врачей, если ему исполнилось 15 лет, информирует в телеграм-канале Советского района. Подросток имеет право оформлять согласие на медицинское вмешательство или отказ от него, получать информацию о состоянии своего здоровья. Также с 2020 года родители или опекуны могут без согласия подростка до 18 лет получить информацию о его здоровье, анализах и врачебных манипуляциях. Приём детей до 15 лет возможен только в присутствии одного из родителей или законного представителя. В телеграм-канале промышленного района призывают самарцев соблюдать меры противопожарной безопасности в лесу и на дачных участках. При возгорании нужно немедленно принять меры и попытаться ликвидировать огонь. По возможности отправить кого-нибудь в ближайший населённый пункт или лесничество за помощью и сообщить о пожаре по номеру круглосуточной горячей линии. Также при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 и 01. В честь своего 15-летия Самара Гиз запустил конкурс. Поучаствовать в нём до конца июля могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Условия просты. Подписаться на группы телеканала Самара Гиз в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара Гиз 15 лет» на своей странице во Вконтакте. Подведение итогов конкурса 16 августа. Подробнее об акциях и подарках можно прочитать на нашем сайте и на странице в социальных сетях. На этом пока всё. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара Гиз, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...